Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, если... Здравствуйте, у микрофона Ольга Болезина. Напротив меня наш постоянный эксперт, руководитель, независимый эксперт на оценочной корпорации Сергей Копанев. Добрый день. Мы продолжаем цикл программ об экспертизах, о случаях, когда они нам могут помочь, в каких ситуациях. Уже несколько месяцев обсуждаем с вами строительство дома. Сейчас вот как раз период у кого-то затишья в работе и большого количества времени, наверное, кто-то воспользовался как раз этим для того, чтобы начать планировать дом или что-то там ремонтировать. А мы сегодня поговорим с вами о том, что бывает, когда на самого себя только и надеешься. Вспомним какие-нибудь случаи настораживающие или устрашающие из вашей практики, когда люди понадеялись на себя, на свой страх и риск что-то сделали, а не надо было. Не очень люблю рассказать страшные истории, но тем не менее они случаются в нашей жизни. Что именно и по каким именно причинам мы сегодня разберем? Ну давайте начнем тогда с проблем с фундаментом. Что бывает после того, как мы возвели либо некачественный, либо фундамент не тот, который нам был необходим. Как мы говорили в предыдущих программах, фундамент это основная часть строения, которая несет основную нагрузку от строения и передает ее на грунт. В первую очередь, если фундамент некачественный и он сам по себе начинает разрушаться, то то, что находится на нем, то есть все в здании, оно естественно тоже будет испытывать определенные проблемы. При разрушении фундамента у каменных строений появляются трещины по ограждающим конструкциям, то есть по стенам. Эти трещины развиваются и чем сильнее разрушается фундамент, тем сильнее разрушается то, что стоит на нем. Из своей личной практики могу сказать, что случаев возведения некачественного фундамента или фундамента не того типа очень много. Основные проблемы это трещины в стенах. Приезжаем, смотрим, значит фундамент начал разрушаться, на нем появились какие-то трещины и эти трещины продолжают развиваться на всю высоту здания по стенам. И в данном случае исправить эти проблемы достаточно сложно. Может потребоваться либо усиление фундамента, либо полная разборка стен и замена самого фундамента. А самые впечатляющие, не знаю, для вас случаи, вот проблемы с фундаментом? Либо визуально, либо финансово впечатляющие? Вот что-то вспомните? Самый впечатляющий, пожалуй, объект – жилой дом двухэтажный. Земельный участок в Низине. Туда завезли грунт и на этом грунте возвели ленточный фундамент. И на этом фундаменте потом построили жилой дом в два этажа. Не успели вставить ни окна, ни двери. И через некоторое время начались проблемы с появлением трещин. Через буквально несколько месяцев дом просто развалился на части. Прямо развалился на части, да, стены сложились, рухнули, и крыша, естественно, вместе с ними осела. А владельцы потом что с этим совсем делали? Забросили этот земельный участок. Дом несколько лет стоял вот в таком состоянии. В итоге земельный участок потом продали. А часто бывает такое, что бессмысленно вообще что-то пытаться делать, и люди предпочитают бросить землю, бросить там начатое строительство или дом уже, в котором, может, успели пожить? Нет, не настолько часто это происходит. То есть такие проблемы возникают, но на моей практике они встречаются не настолько часто. Один из, наверное, ярких примеров по нарушению технологии тоже могу привести. Строили торговый комплекс фундамента, ленточный монолитный железобетонный. Построители заказали бетон. Бетона было большое количество, там порядка, наверное, 15 машин. И они их заказали с разрывом по времени, то есть чтобы успеть их обрабатывать. Одна-две машины пришли, залили определенную часть, потом идут следующие машины. И то есть вот в такой последовательности они планировали заливать этот бетон. Производитель бетона отправил все машины разом. Обработать сразу весь объем бетона не смогли. Чтобы бетон не застывал, не схватывался, пришлось добавлять в него воду. И когда они его в итоге залили, он после этого не набрал требуемую прочность. Бетон даже не схватился до конца. То есть вот он пальцем трогаешь его, а он мягонький. Пригласили экспертов. Я лично выезжал на объект. Произвели необходимые замеры. Нашли часть фундамента, которая подлежала замене, и ее пришлось разбирать. А это там большие временные финансовые затраты? По временным, да, достаточно долго. По финансовым затратам, ну, тоже немало. То есть они потратили несколько дней на демонтаж и на устройство опалубки вновь, чтобы снова залить. Ну и, естественно, вот тот материал, который они использовали, его пришлось приобретать вновь. А строители не знали, что воду лучше не надо добавлять в бетон? А у них не было другого выбора в данном случае. Бетон либо могли просто так куда-то вылить, не использовав его, либо, ну, я не знаю, куда его можно было идти. Или они думали, что, ну, и так сойдет? Или не предполагали другого-то варианта развития? Они сделали все, что могли. Ну, это эффект бабочки, да, получился. Первый был поставщик. Зависело, да, в данном случае от поставщика. А вот вы говорите, что с фундаментом часто бывают проблемы. Почему это сложно так сделать, просчитать, чтобы все было нормально? Нет, ничего сложного на самом деле нет. Просто мало кто считает расчеты. Делать мы не любим. А когда люди занимаются самостоятельным строительством, в большинстве случаев, вот, видел, как у соседа сделано, сделаю так же, а правильно это будет или нет, ну, у него же дом стоит, значит, и у меня будет. А у него, может, во-первых, дом не такой, и сделано не совсем так. Ну, я когда готовилась к передаче, я посмотрела одно видео, в котором вслух рассказывают, ну, как посчитать, сколько чего нужно для постройки фундамента нормального, чтобы дом никуда не поехал. Ну, это действительно сложно. Но при этом надо понимать, да, что я сейчас дом свой не строю, и вообще нужен какой-нибудь бы специалист, которому это гораздо проще даётся. Необходимость в расчётах, она всегда была, есть и будет, и делать это нужно, чтобы исключить те ошибки, которые у нас возникают. Ещё пишут, что, допустим, трещины в стенах появляются в каких-то особых именно местах, по которым мы можем понять, что эта проблема именно с фундаментом, а не с кладкой стен. Правда так? Трещины в стенах в основном появляются не из-за проблем с кладкой, а из-за проблем как раз с фундаментом. То есть происходит неравномерная осадка фундамента. Либо земельный участок неравномерной плотности, либо где-то делали подсыпку, и фундамент опирается, значит, не на материковый грунт, тот основной, который был, а на тот грунт, который привезли и недостаточно уплотнили. Тогда, значит, он садится неравномерно, трещины на стенах, они будут появляться. То есть нет каких-то специфических мест, допустим, не знаю, стены в районе углов дома, да, и мы сразу понимаем, что опт, фундамент. Если мы обнаружили трещины в кладке стен дома, но мы в любом случае должны искать места, откуда эти трещины развиваются. То есть как раз нужно найти конец или начало зарождения этой трещины. Но все равно приведет в итоге нас к фундаменту здания. Сам фундамент может в данном случае не разрушиться, чуть-чуть сыграть. Внизу чуть-чуть сыграло, а сверху у нас все уже поехало. Да, конечно. Приходят на ум еще построенные у нас вот в Кирове на таких, скажем, нестабильных почвах во Врагах. Торговый центр там у нас есть. И поселок таунхаусов за рекой, вот скандально уже известный. Там, на ваш взгляд, какие проблемы? Проблемы проектирования, наверное, в первую очередь. В данном случае необходимо было предусматривать то, что находится в зоне затопления. Либо поднимать грунт, либо проводить какие-то защитные мероприятия, либо не строить там вообще. Воды, которые приходят по весне от реки, разрушают основание, на котором стоит фундамент. И, наверное, грунтовые воды там все-таки тоже находятся очень высоко. И постоянное воздействие этих грунтовых вод, оно тоже сказывается не самым лучшим образом. А перспективы какие у этих строений? Не могу сказать вам, какие будут перспективы у этих строений. Думаю, что если они будут признаны непригодными для проживания, то их, скорее всего, снесут. Что, кроме фундамента, еще вызывает у нас проблемы, разрушения? И в каких случаях еще приглашают вас, как эксперта? После фундамента следующий этап – это кладка стен. Основные проблемы при кладке стен каменных строений – это плохое заполнение швов, трещины из-за некачественного состава кладочной смеси, неровности и отклонения от вертикали кладки стен выше нормативных значений. Ну и, в принципе, наверное, все. Тоже есть еще свои нюансы. Кто-то не считает необходимым выполнять армирующие пояса. Из-за этого тоже потом впоследствии возникают проблемы. Но уже не на этапе строительства, а на этапе эксплуатации дома. Когда крышу с кровлей на стены посадили, кровля работает на раздвигание стен при снеговой нагрузке, из-за этого тоже стены начинают иногда разрушаться. Разъезжаться? Особенно, да. Особенно у легких каменных конструкций проявляется. Неоднократно, значит, видел такие дома, когда крыша продавила верхнюю часть стен. И, во-первых, крыша сложилась внутрь дома, а, во-вторых, стены разъехались наружу. А там в это время уже кто-то живет и успевает еще не заселиться? В это время уже кто-то живет. Либо это еще происходит на этапе, когда люди не успели заселиться. Тут, наверное, проще решить как-то эту проблему? Ну, это проще, чем... Ну, конечно. Здесь все решается проще и, может быть, немножко решивле. Еще хотела вас спросить про вот такие уже, наверное, это недостатки отделки, когда у людей возникает плесень дома быстро или какая-то аллергия на материалы. Вот у меня знакомые просто целиком перекладывали полы в кухне, потому что у всех возникла аллергия, никто не мог вообще понять. Они перебрали все вплоть до замены полов. Только после этого прекратились проблемы со здоровьем. Ну, давайте начнем с плесени. Обращений очень много. Звонят, наверное, раз в неделю. У нас плесень на стенах. Давайте определим причину, давайте определим мероприятие. Как ее устранить? На самом деле тут ничего сложного с плесенью нет. Ну, то есть определить причину ее образования не настолько сложно, как казалось бы. Необходимо знать условия развития плесени. Это оптимальная температура и повышенная влажность. Все. А теперь определяем, из-за чего у нас такая температура и повышенная влажность. В большинстве случаев это влажность. Влажность на поверхности стен. Из-за того, что на стенах образуется конденсат. Либо стены недостаточно утеплены, недостаточная толщина кладки стены, либо недостаточная толщина утеплителя, либо у нас неправильно работает вентиляция в доме. Влага, которую мы выдыхаем, она конденсируется на стенах. Насколько я знаю, вывести ее довольно сложно. Вывести сложно. Внутреннюю отделку приходится в данном случае менять, наверное, целиком и полностью. А самое главное, необходимо устранить причину. То есть, если мы поменяем просто внутреннюю отделку, то у нас через какое-то время эта плесень образуется снова. Расскажу тогда про себя страшную историю, как раз про плесень. Действительно, это было... У меня возникло в углу квартиры. Но я сразу поняла, откуда. Правда, это было за шкафом, поэтому я поняла не сразу. Увлажнитель воздуха. Дом очень сухой. Нужно постоянное увлажнение. Вот, пожалуйста, выросло у меня. Пришлось снимать обои, менять полностью обои. Сбивать, я не знаю, как это называется. Штукатурку. Заново перекладывать. И обрабатывать еще с какими-то специальными растворами, чтобы ее там не образовывалось. Но вот я до сих пор не знаю, может быть, она там где-нибудь внутри-то живет. Но я просто сквозь обои пока что не вижу. Ну, если она на поверхность не вышла, значит, условий для ее развития больше нет. Ну да, увлажнителем я больше не пользуюсь. Хотя, я не знаю, может быть, можно было как-то предотвратить ее появление. Используя увлажнитель, мы поднимаем влажность, ну, в помещении. Там, где у нас находится увлажнитель, ближе всего, где оседает влага, где она конденсируется на наиболее холодных поверхностях, вот там эта плесень, она в любом случае будет образовываться. А что мне надо было сделать тогда, чтобы ее не иметь? Увлажнитель находился близко к стенам? Ну, да. Близко к стенам. Можно было переставить увлажнитель в центр комнаты? Ну да, это же так красиво. А вам звонят как эксперту вот и в таких случаях, а я сейчас думаю, вот чем бы могли мне помочь? Определить причину образования плесени? Ну, наверное, да. Ну и посчитать, наверное, да? Стоимость ущерба посчитать, да, в данном случае могли бы, Кому его предъявлять, кроме самого себя, понятно. Еще про материалы. Вот вы сотрудничаете с компаниями, которые являются поставщиками. Рекомендуете ли вы более экологичные, что ли, материалы? Или там вот та же самая плесень или какие-то грибки? Это может быть при любом? Ну, плесень или грибки, они могут образоваться на любых материалах при создании благоприятных условий. Да, сами по себе качество материалов и образование на них плесени, ну, по большому-то счету, никак не взаимосвязаны. Аллергические реакции, да, естественно. Но тут необходимо людям самим понимать, на что у них могут возникать аллергические реакции и какие материалы они хотят при этом использовать. Мы ведь зачастую сами выбираем материалы. И по принципу того, что дешевле, то и лучше для нас. Ну, в большинстве случаев происходит именно так. И зачастую, значит, мы у продавца не просим никакие документы на эти материалы. Приехали в магазин, выбрали себе там ламинат. Мы в этом ничего не понимаем все равно. Привезли домой, постелили, а потом начинаются какие-то симптомы. И мы не можем понять, откуда, почему и как. А к вам часто обращаются люди, беспокойные экологичностью именно дома, здоровьем? По экологичности, может быть, и обращаются, только мы не проводим экологические какие-то экспертизы. Нам не проверить в наших условиях... Последствия какие-то, да, не просчитать для здоровья. Последствия, да, не просчитать. Если материал обладает всеми документами, которыми должен обладать, то есть сертификаты качества, какие-то иные документы подтверждают, имеющие его безопасность, ну, наверное, да, его можно использовать. Но это необходимо проверять на этапе его приобретения. Мы чаще всего не понимаем, что там даже проверить-то надо. Попросить у продавца сертификат качества. Попросили сертификат качества, вот убедились, что, да, он не должен выделять никаких... Это не важно для нас на каком-то вообще непонятном научном языке, наверное. Нет, все очень просто, нет, нет. В сертификате качества написано, что материал соответствует требованиям безопасности, требованиям таких-то нормативных документов, и его можно применять. Ничего сложного не написано. Хотя бы тут нам не понадобится эксперт для расшифровки. Да, в чем бы не смог разобраться ни специалист, там ничего такого нет. А сколько процентов домов соответствует вот у нас всему? Вы приезжаете и понимаете, что все хорошо. В большинстве случаев мы приезжаем по другой причине, когда есть какие-то проблемы. Поэтому сложно говорить, сколько соответствует. Вот могу сказать, что есть здания, строения, сооружения, которые не соответствуют. Каково их количество в общем объеме? Ну, наверное, мне сложно говорить, потому что на все объекты мы не выезжаем. У нас в студии был руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копанев. Человек, который не любит рассказывать страшные истории, но вся его работа именно к ним имеет отношение. Ошибки, нарушения. Ну, лучше, чтобы эти страшные истории нам в жизни не встречались. И если мы будем подходить к решению всех вопросов правильно, с умом, с толком, с расстановкой, приглашая в необходимых случаях специалистов, мы всех этих страшных историй для себя, я думаю, что сможем избежать. Да, думайте о возможных проблемах заранее и слушайте нас на 101.0. И все наши записи можно найти на сайте эхокирова.ру и в нашей группе во ВКонтакте. Эфир вела Ольга Болезина. До свидания. До свидания.